Всем привет! Меня зовут Куценко Михаил, я архитектор и преподаватель курса Revit в школе ArtView. Прежде всего в мою специализацию входит работа с интерьерами и внутренними пространствами. И это как проектирование, так и работа с планировочными решениями. В двух словах, архитектор-проектировщик занимается тем, чтобы выполнить рабочую документацию или, можно так сказать, инструкцию по постройке вашей квартиры. То есть, если вы когда-либо открывали инструкцию какой-то мебели или инструкцию Икеи, то вы открываете, смотрите, и там написано по пунктам, что нужно сделать. Рабочая документация — это ровно то же самое. То есть, задача — сделать максимально лаконично, максимально подробно и понятно, что необходимо сделать для того, чтобы построить интерьер, который был указан на визуализацию. Как показывает практика, без рабочей документации обойтись можно. Но это будет дорого, больно и неприятно. Потому что, если в вашу задачу входит не перестановка дивана, кресла и еще какой-нибудь ерунды, то это требует действительно полноценной и развернутой информации. Если это включает в себя новые перегородки, новую электрику, освещение, то это нужно делать комплексно. Потому что, как только вы решили полностью комплексно переоформить пространство, все взаимосвязано. И единственное место, в котором мы эту взаимосвязь хорошо видим и читаем, это рабочая документация. Если у вас есть желание все сделать полностью по визуализациям, то это тоже отчасти не получится. Потому что, когда вы начинаете чертить, когда вы начинаете простраивать пространство в линию, то вы работаете с зависимостями, работаете с тем, на каком расстоянии какую точку светильника поставить, удобно или неудобно вывести ту или иную розетку. И, можно сказать, проверяете визуализатора, проверяете человека, который делал планировку, на какие-то ошибки. Поэтому я бы сказал, что в контексте нашего времени, ближайших нескольких десятков лет, все-таки это необходимая вещь для создания комплексного хорошего пространства. На какие этапы делится рабочая документация? Прежде всего, это оформленный обмер и оформленная утвержденная планировка и эскизы. После этого идет очень плотная работа с электрикой. То есть, это розетки, выключатели, освещение и прочее. Далее идет хорошая работа над строительными конструкциями. Зачастую это перегородки. Ну, перегородки и сантехника. И потом идет этап отделки. То есть, отделка – это просчет всего, что на полу, на стенах и на потолках. И в завершающей стадии будет работа с развертками. Да, это, можно сказать, такая итоговая проверка на качество пространства. Да, вы проверяете каждую стену на то, как все компонуется, что все везде правильно стоит и разрабатываете все развертки полностью. То, что можно назвать как дополнение к рабочей документации – это техническое задание на элементы индивидуальных изделий и изготовлений. Иногда этого не требуют, иногда это входит в альбом, иногда не входит. Но чаще всего бывает, что если что-то индивидуальное есть в вашем проекте, то такая стадия также входит в эту работу. Перед тем, как делать планировку, перед тем, как заниматься пространством и перед тем, как вам выдать вот такое серьезное задание, вы должны понять это пространство. И осознать его полностью можно с помощью чертежей, с помощью линий. Когда вы в достаточном количестве прочертите, прорисуете эти элементы, вы совершенно по-другому сможете воспринимать пространство, и оно будет иметь скелет, иметь какой-то каркас. Не просто так. В 70-е, 60-е годы каждый архитектор, который заканчивал школу, институт, начинал, это называлось, чертежником. Он сначала чертил, чертил и чертил. Это делалось не просто так, потому что человек, находясь на такой стадии работы, очень многое что переосмыслял. И проектирование я выбрал потому, что я захотел для начала понять это. Вот я это делаю 8-9 лет, и мне это очень помогает в дальнейшем развитии. Я считаю, что это очень хорошая основа и очень хорошая база для дальнейшей работы. Как только вы поработаете с чертежами и поработаете с технической частью, и потом сможете переходить, ну, допустим, на планировки, руки сами по себе будут делать правильное и грамотное пространство. Поэтому мне этот путь кажется очень правильным, структурированным и понятным. Когда я начал свою карьеру архитектора, я понял, что необходимо сначала научиться поработать с чем-то очень небольшим, с чем-то емким, потому что когда мы берем небоскребы или какие-то еще крупные здания, оно включает в себя слишком много всего. Поэтому моей задачей стало понять вот это маленькое пространство. И этим пространством являются интерьеры. Это что-то небольшое, но это что-то очень насыщенное. И прежде всего нужно научиться этому. В дальнейшем, когда я пойму, что достаточно опыта получил от проектирования, от работы с планировками, я готов идти дальше. Взять разработку какого-то общественного здания. И это здание может быть все больше и больше и больше. Но прежде всего необходимо научиться работать с чем-то небольшим. Оно уже безумно сложное, оно уже включает в себя огромное количество всего. И поэтому часто вы можете встретить такую фразу, что проектируют небоскребы только с бородой. Потому что до этого нужно дорасти. Проектировать небоскребы может и студент. Но насколько это будет продуманным, насколько это будет осмысленным и серьезным. Поэтому если вы являетесь студентом-архитектором, который хочет проектировать какие-то большие здания, знайте, что все большое состоит из маленького. И ваша задача понять что-то небольшое, вплоть до самых мелочей, до самых винтиков. И уже только потом приходить к чему-то огромному. Суждено ли образование для проектировщика? Я бы сказал скорее да. Потому что оно включает в себя огромное количество разных сфер. И действительно это помогает в дальнейшем. Но если вы возьмете отдельную профессию, допустим такую как проектировщик, и углубитесь в нее, и сможете потратить достаточно времени, и взять при этом достаточно хороший контент, и хорошую и правильно увлаженную информацию, то вы также сможете стать профессионалом. Ведь по итогу все, что для этого нужно, это хорошее количество времени и правильно увлаженная информация. Вообще то, чему посвящен мой курс по проектированию в Revit. В отличие от каких-то аналогов курсов, у меня появилось очень большое желание научить не только инструменту, но и принципам. То есть не просто рассказать про то, как работает такой инструмент в Revit, и что нужно нажать эту кнопку, и она показывает это, это, это. У нее есть такие функции. На самом деле это не решает ваши глобальные задачи. Моя задача рассказать вам, как думает проектировщик, как будет читать ваш чертеж-строитель. И пусть мы и учимся Revit на данной стадии, но мы уже начинаем мыслить как проектировщик. И весь курс пронизывает вся эта идея и эти принципы. Revit изучить очень даже несложно, и на это потребуется прежде всего месяц вашей плодотворной работы. Если вы сможете уделять каждый день полтора-два часа на то, чтобы работать в этой программе, учиться в ней, то через месяц вы уже станете достаточно уверенным пользователем Revit и сможете переходить постепенно на практику. Ну и, конечно же, инструментом это все не заканчивается. Ваша задача понять принципы на основе того, что вы делаете, и разбирать их. Инструмент — это далеко не все, что требуется для того, чтобы выпустить хороший альбом. Вам необходимо понимать конструкции, необходимо понимать вообще скелет, из чего состоит пространство, и все их нюансы. Это достаточно долгий путь, но последовательный. Тем, кто хочет начать курс проектирования или свой путь проектировщика в Revit, я бы хотел дать следующий совет. Попытайтесь полюбить этот процесс, попытайтесь внеснуть в него настолько, насколько это возможно, потому что очень многие дизайнеры и архитекторы вдохновляются по большей части картинкой и визуализацией. Но, как показывает практика, очень важно понять скелет и техническую часть. Поэтому, если вы сможете смотреть на проектирование не как на обычный документ, который нужно использовать как какую-то бумажку, чтобы построить и забыть, а когда вы сможете это воспринимать как пересмотр, переосмысление всего пространства, переосмысление линии, планировки и прочего, вы сможете вырасти, как дизайнер-проектировщик или архитектор, намного выше. Если у вас возникли какие-то вопросы по теме нашей профессии, по теме профессии проектировщика, архитектора, то смело задавайте их под нашим видео. Я постараюсь максимально емко и понятно ответить на них. Всем спасибо большое за уделенное время. Мы с вами увидимся еще в бесчисленных уроках, интересных мастер-классах и действительно полезных занятиях, которые я смогу для вас провести. Всем спасибо. До скорых встреч.